Девушки отдыхают Что это значит быть шаолиньским монахом? Правда ли, что шаолиньские монахи умеют летать? Могут изменять свой вес? Могут исчезнуть на ваших глазах и тут же появиться за сотни километров, как ни в чем не бывало? Правда. Истинная правда. В отличие от прежних программ, наш рассказ сегодня не о профессии, а о призвании. Призвание шаолиньский монах. Не имеет права убивать, красть, лгать, прелюбодействовать, пить вино. Обязан почитать Будду, его учения, тхарму и монашескую общину. Эти мальчики тоже монахи, разумеется, из начинающих. Все, что касается их жизни, тренировок и вообще боевых искусств, скрыто завесой тайны. Посторонним, особенно иностранцам, многое здесь показывать запрещено. Для нас, не знаю уж почему, руководством монастыря было сделано исключение. Многое из того, что вы увидите сегодня в программе, пока еще не видел никто. Многое из того, что вы увидите сегодня в программе, пока еще не видел. Открываются двери главного храма, и монахи собираются к заутрине. Не знаю, как вы, а я предпочитаю. Сорок несколько позже. В их молитве почти нет слов. Только несколько фраз во славу Будды, как припев таинственной грустной песни. Повторять их или нет, каждый решает сам. Буддизм – религия самостоятельных. Шаолиню около 15 веков. По преданию, его основал некий Бодхихарма, монах-отшельник, который пришел в Китай из Индии. Как и положено отшельнику, он провел в одной из здешних пещер много лет, размышляя о сущем и постигая высокие истины. Его медитация длилась так долго, что мышцы пришли в негодность и потребовались годы тренировок, чтобы вернуть телу былую гибкость. Эти упражнения, по легенде, и стали впоследствии основой шаолиньского ушу – искусства кулака. Но истинную славу монастырь обрел позже, в 7 веке, во времена очередной смуты в Поднебесной, когда вспыхнул мятеж против императора Лишеминя. Спасаясь бегством, император попросил помощи у монахов. На его защиту был выделен отряд, который насчитывал всего 13 человек. И хотя мятежников было во много раз больше, монахи, действуя только тяжелыми посохами, разметали смутьянов. Их предводитель был схвачен, а трон возвращен сыну неба. Император не забыл этой услуги. Монастырю был пожалован особый статус – 250 гектаров земли, а монахам разрешили есть мясо и пить вино. Ни того, ни другого в Шалине сегодня не употребляют. И от тех легендарных времен остался лишь известный нам по гонконгским фильмам стиль пьяного кулака. Один из многих стилей в ушу. Обычные монахи, у нас таких называют черными, приходят в монастырь, чтобы остаться здесь навсегда и целиком посвящают себя буддизму. Монахи-бойцы, пройдя полный курс обучения, который длится 5-6 лет, окажутся перед выбором – остаться в монастыре или вернуться в мирскую жизнь. В прежние времена, чтобы получить разрешение покинуть монастырь, нужно было по очереди победить 18 других монахов. Хотя это, возможно, один из многочисленных мифов, которые окружают Шаолинь. Насчет умения монахов летать, если серьезно, не знаю. Может быть, это и выдумка. Но владение телом, согласитесь, доведено до абсолютного совершенства. Послушайте, что написано в их учебниках. В отсутствии воли – истинная воля. В схватке не видно тела. То кричишь, то молчишь, то двигаешься. Как будто ведешь поединок с противником, и как будто противника нет. Утренняя служба длится около получаса. После этого зарядка, совмещенная с уборкой территории. В Шаолиньском монастыре живут около 300 монахов. Около ста из них – это монахи, посвятившие себя буддизму. Около 200 – монахи-бойцы. Они живут в другой части монастыря. И вот попасть туда абсолютно невозможно. Все, что связано с практикой кунг-фу – это тайны Шаолиньского монастыря. Сейчас главный монах, один из трех главных монахов, который согласился быть моим гидом здесь, покажет мне, как надо убирать территорию. Этого человека зовут Ши-Янг Уин. Когда-то он начинал свой путь в Шаолине простым монахом-бойцом. Теперь ему 30, и он стал здесь кем-то вроде министра иностранных дел. Именно он опекает любопытных, вроде меня. Пока ничего необычного. Так же, как и у нас. В кунг-фу оружием может быть все. Начинаю от меча и заканчиваю метлой. Интересно, какой была бы ваша реакция и куда бы вы позвонили, увидев вашего дворника, вот так размахивающего метлой? Когда человеку 30 лет, пусть даже он самый что ни на есть черный монах, ему тоже хочется показать приезжему, на что он способен. Во всяком случае, здесь дело обстоит именно так. Мой опекун с явным удовольствием пытался научить меня управляться с метлой, как с оружием. Но, кажется, безуспешно. Шутки шутками, но Ши-Янг Уин с этой метлой в руках может спокойно постоять за себя и отразить нападение нескольких человек. Как и в любой другой религии, завтрак монахов предваряет молитву. И вновь я обратил внимание, ее слова всем повторять необязательно. Можно просто думать о чем-то своем. А вообще, все это внешне немного похоже на армейскую столовую. Но монахи, строго говоря, и являются воинами. Воинами Шаолина. На завтрак меня пустили с особенной неохотой. Монахи словно стеснялись того, что вынуждены употреблять пищу, подобно обычным людям. В часы медитации они действительно способны долго обходиться без еды и воды. Долго, но не всегда. Организм требует свое. Я чувствовал себя неуютно, как будто ввалился в чужой дом. Что делать? Молиться? Но я не знал слов. Просто сидеть тоже неловко. После упражнений с метлой есть очень хотелось, но я не знал, можно ли начинать. В общем, ощущал себя не в своей тарелке. Так же глупо, наверное, чувствовал себя когда-то Юрий Гагарин на приеме в английской королевы. Но он же как-то вывернулся. Думал я про себя. Не могу сказать, что еда отличается изысканностью монахи-вегетарианцев. Поэтому на завтрак тушеные баклажаны, морковь и чуть присоленный картофель, лепешка пресного хлеба и что-то вроде пшеной каши. Почему-то без соль. На территории шавалинского монастыря могут жить и обучаться только посвященные буддисты. Они признают три сокровища. Будду, его учение, и монашескую общину. Как и другие буддисты, шавалинские монахи дают клятву не приступать, пять запретов. Не убивать, не красть, не лгать, не прелюбодействовать и не пить вина. На часах 6.30. Время завтрака в шавалинском монастыре. Фильмы с участием Брюса Ли внесли путаницу в терминологию. Китайское боевое искусство все-таки называется ушу. Слово кунг-фу означает не что иное, как мастерство. В ушу используются разные приспособления для отработки ударов. Такие, например, как эти чугунные 50-килограммовые жернова для тренировки мышц рук. Как мне сказали, сегодня только два монаха в монастыре могут вытерпить их вес. Может рискнуть? Вы уверены? Ну, довольно тяжкое дело. То есть, видимо, если потренироваться, то можно вытерпеть. Ну, так с непривычки больновато. Совершенство и плавность движений в этом боевом балете на самом деле вторичны. Главное, в сердце не должно быть ничего, в сознании ни единой мысли, все покойно, величественно и смутно, подобно беспредельности великого хаоса. Ой! Так сказано в наставлении для монаха. Так у нас умеют делать, разве что в большом театре. Легкость, с которой монах выполняет эти упражнения, не должна вас обманывать. Это результат по меньшей мере 15 лет напряженных ежедневных тренировок от рассвета до заката, без праздников и выходных. По сути дела, Шаолинь ничто иное, как первая в истории человечества профессиональная спортивная школа. Ну что ж, теперь надо попытаться все в точности повторить. Это все, на что я способен, стоя на этих почетках. Усовершенствоваться, работать над собой. Буддизм очень терпим к другим религиям. Вовсе не обязательно проходить обряд посвящения для того, чтобы получить разрешение помолиться вместе с монахами в Шаолиньском храме или, например, трижды ударить в этот колокол, звук которого приносит счастье, радость и мир и тому, кто в него бьет, и тем, кто слышит этот звук. Медитация это, собственно, и есть главная работа и главная обязанность всех монахов Шаолиньского монастыря. Причиной всех бед, пороков и болезней полагают они страсти. Только освободившись от страстей, очистив свое сознание, каждый человек получает шанс тоже стать Буддой. Ничего особенно сложного на первый взгляд в этом занятии нет. Достаточно выбрать уединенное место, сесть в позе лотоса и следовать следующей рекомендацией. Нужно сделать сердце беспристрастным, сохранять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой, а нам останется лишь созерцать их возвращение. В мире много вещей, но все они возвращаются к своему началу. Возвращение к началу называется покоем, а покой – возвращение к сущности. Тот, кто постиг сущность, справедлив. Есть еще один прикладной смысл медитации. Это не что иное, как буддийский метод психотренинга. Его цель – управление энергией жизни, ци. Пытаясь объяснить мне, что это такое, монахи спрашивали, верю ли я в любовь к женщине? Верю, говорил я. А можете нам эту любовь показать? Нет. Вот так и ци, объясняют они. Верим, но показать не можем. Только тот, кто умеет управлять энергией ци, овладеет боевым искусством. Не совершенство тела, а чуткий покой духа. Вот смысл ушу. Все остальное – лишь ширма настоящего мастерства. Вот в упрощенной форме существо теории, над которой последние пять тысяч лет размышляли выдающиеся умы Китая. Сейчас самый знаменитый боец в Шаолинском монастыре, главный тренер монахов-воинов Ши Ян Лу попробует дать несколько уроков канфу. Ши Ян Лу не только главный тренер монахов-бойцов. Он еще, как сказали бы мы, главный редактор секретных книг Шаолиня. В них заносятся методики тренировок, описание тайных приемов и специальных техник, с помощью которых боец способен раздвинуть сознание, сконцентрировать силу в едином сокрушительном ударе. Впрочем, никто толком не ведает, что там в этих тайных книгах. Они были начаты много веков назад и можете смело смеяться в лицо тому, кто скажет, что видел их. Моя просьба увидеть библиотеку была встречена доброжелательным, но холодным нет. не удивляйтесь, такой стиль отношений ученика и учителя принят в ушу. Миндальничать здесь не любят. Главный тренер монахов-воинов обращался со мной точно так же, как с любым другим учеником. Но я не способен это запомнить, к сожалению. Я могу предположить, что через несколько недель тренировок мне удастся это сделать. Я пока не могу запомнить очередность движений. Ну, я уж не говорю о том, чтобы сделать это красиво. Сколько раз я давал себе слово с понедельника начать новую жизнь, делать гимнастику по утрам и сесть на диету. Вот она, расплата за лень. Представляю, как я нелепо сейчас выгляжу со стороны. И все-таки очень хочется, чтобы получилось. Хоть оставайся здесь в конце концов. Есть же примеры, Бернард Шоу вообще начал писать в пенсионном возрасте и многое успел. Чем я-то хуже? Вот брошу все и уйду в монастырь. Вот этот элемент мне нравится меньше всего. Тут! Ага. А сейчас просто смотрите и сами попытайтесь объяснить, как они это делают. Наконечник копья острый, как нож. и Попросите мне кое-что объяснить Что важно знать, чтобы добиться успехов в ушу О чем я должен думать, делая упражнения Это основа базовой позиции Не выучив их, идти дальше нельзя Без них ничего не получится Надо начинать с простого О чем я должен думать, когда я делаю это? Вы не должны думать вообще ни о чем Ваше сознание должно быть освобождено Только пустота Пустота? А как же насчет энергии Ци? Вы должны направить в удар всю энергию Ци Сконцентрироваться Вам предстоит еще очень многому научиться Я пытаюсь Запомните Удар должен быть растянутым А сила выходить как выстрел Вот так? Да Удар должен быть резким Как крик Так Кажется, он придумал что-то совсем неприятное Ну как он это делает? А вдруг он специально выбирает самые сложные упражнения Чтоб я точно не смог их повторить Чтоб такое придумать, чтоб не позорить родину Лишний вес, сидячая работа И штаны неудобные Уважаемый мастер, попросил меня нанести ему удар Я на всякий случай говорю свидание всем, кто меня помнит Я-то бил правый, а он бьет левый Ушу для китайцев Не просто государственный спорт А естественная и неотъемлемая часть их жизни Их духовной и культурной традиции В общем, им в этом можно только позавидовать Ну а это у нас в самбо называется подхватом Ну это, это я, это я тоже умею, знаешь, делать Интересно, какой идиот запретил в нашей стране боевые искусства в конце 70-х годов И Ушу, и всеми другими видами единоборств Тогда можно было заниматься только в клубах милиции За нелегальные тренировки давали срок Ну как можно было усмотреть во всем этом угрозу советской власти? Медленно Очень много всякой литературы и фильмов Рассказывают о разных стилях кунг-фу Вот, уважаемый мастер, какими стилями владеет? Шалиньский стиль складывался веками В нем несколько направлений, но в основе всех движения различных животных Тигра, обезьяны, рыси У них учились, им подражали великие мастера Если я решу приехать к вам учиться Вы не скажете мне Слишком поздно Заниматься Ушу никогда не поздно Если есть желание Ши Яну сказал, что у меня, в общем-то, есть шанс Если я здесь останусь, чему-то научиться Но пока мне надо совершенствоваться Я прошу прощения у всех, кто занимается боевыми искусствами Кто был бы счастлив оказаться на моем месте Я прошу у них у всех прощения За то, что я не оправдал их надежд В Шалине так заведено Если у тебя не получается Тебя жестоко наказывают Мне показалось, что эта часть занятия Моему наставнику пришлась особенно по душе Посмотрите Он укладывает на меня кирпичи С нескрываемым удовольствием Это наказание, которое назначил мне Ши Яну Он сказал, что я 10 минут должен так простоять Ребята, 10 не простою Буду держаться до последнего, но 10 не продержусь Хорошо, достаточно Я уже работал После того, как я работал в китайском цирке И носил грузы на гору Тайшань Трудился велорикшей в Пекине Уже все ни по чем Мастер Спасибо вам большое Можно ли научиться ушу, если ты не китаец? Можно Но важно понять Умение размахивать руками Вторично в искусстве шаолинских монахов Совершенство Гармония духа Вот его смысл Работы, которыми ежедневно занимаются монахи в Шаолинском монастыре Не столь сложны, как, скажем, послушание в православных храмах В основном это уборка внутренних помещений Садовой работы Продажа билетов туристам Для меня навсегда останется загадкой Почему Китай принял чужую религию Буддизм Почему построил у себя эти храмы И расставил в них фигуры существ Так не похожих на самих китайцев Здесь ведь все свое Везде пишут латиницей Здесь используют иероглифы Все соседи едят вилкой Здесь в ходу только палочки Казалось бы, вслед за бумагой, порохом, компасом И всем прочим Что изобретено в этой стране Китай должен был придумать и свою собственную религию Почему-то этого не произошло Здесь принято делиться тем, что Бог послал Делиться и с ближним, и с воробьем 11.30 в Шаолине Наступило время обеда Скромная трапеза шаолинских монахов Лучший аргумент в пользу вегетарианства Здесь успешно обходятся без мяса На обед то же, что и на завтрак Пресные тушеные овощи Плошка с вареным рисом Или жидкая пшенка Остается гадать, как после такой еды Можно прыгать выше головы Но факт Любой из монахов-воинов Уложит по очереди Жан-Клода Ван Дамма И Стивена Сигала Не спросив имени отчества Кстати, имена этих людей В Шаолине действительно никогда не слышали Я спрашиваю Ну а я решил воздержаться от обеда После завтрака я узнал Порции строго рассчитаны Кто-то остался без завтрака Который съел я Повторить этот номер на обеде Совести не хватило Я вежливо отказался Ушу невозможно овладеть в совершенстве Его смысл в бесконечном движении К истине и добродетели По пути, который называется Дау У этого пути нет конечной цели Нет верстовых столбов И это настолько же понятно китайцу Насколько непостижимо для европейцев Но с этим придется смириться В Китае вообще много такого Что с трудом постигает западный ум В Китае все связано Человек здесь редко ограничивается Рамками своей профессии Каждый каллиграф должен знать основу философии Каждый философ должен быть знаком С основной буддизма Каждый буддист немножко медик Монахи Шаолинского монастыря Умеют все Сейчас один из них Ши Янг Фу Покажет нам кое-что из того Чему он научился У тех, кто жил веками в этом монастыре Это одна из самых важных точек Ключ ко всей сердечно-сосудистой системе Кстати, буддисты верят Что отсюда из темечка Вылетает душа Массаж этих точек Снимает головную боль На здоровье обитатели монастыря Жалуются редко И почти со всеми болячками Справляются сами Любой из них владеет Различными медицинскими практиками И искусством составления Целебных настоек и мази Во время тренировок Часто случаются травмы И умение врачевать их Необходимость монастырского быта В основе искусства массажа Все то же умение управлять Энергией ци Это самое ци Течет по телу через систему каналов Поддерживая в организме Баланс инь и ян Субстанция, из которой состоит Все живое считается частью инь Женского, темного начала природы А все, что связано с жизненными системами организма Относится к ян Мужскому, светлому началу Сюда надо давить, чтобы лечить бронхиальную астму Сюда, чтобы лечить сердце А сюда, если низкое давление Сильно надо давить Сильно, но не слишком Чтобы было не больно Необходимо знать каналы, по которым Проходят ци в организме Воздействие на определенную точку Помогает восстановить баланс Инь и ян Таких точек около семисот А их атлас составлен тысячу лет назад А помнят они, когда последний раз они вызывали врача в монастырь? Врача мы вызываем, но очень редко Только когда нужна хирургическая операция А вот так Ши Ян Фу готовится к массажу сам Энергию ци необходимо поднять усилием воли из нижней части живота А потом остановить, чтобы она не улетучилась Ну а здесь монахи Шаолине завершают свой земной путь Урна с их прахом помещается в землю И над ней возводится вот такая башня Причем число уровней в ней зависит от того Какое место монах занимал в монастыре Чем выше башня, тем большим уважением он пользовался среди своих собратьев Буддисты, как мы помним из песни Высоцкого Верят в то, что человек не умирает насовсем Здесь считают После смерти каждому из нас будет предоставлен выбор Остаться в лучшем из миров, сансаре Или вернуться на землю в каком-то ином, новом обличье Ну а пока здесь, на земле, жить надо так Тому, кто предан кулачному искусству Не пристало блудить, обманывать, оскорблять добрых людей Копить богатство, не слушаться учителей А также брониться и давать волю чувству мести Говорится в наставлениях начинающим монахам В общем, это те же самые 10 заповедей Только другими словами И снова какая-то мистика Поверьте, я изо всех сил пытался оторвать чашку от живота этого парня Сначала самостоятельно, а потом вместе с одним китайцем Бесполезно Объяснению это не поддается АПЛОДИСМЕНТЫ И копья эти я пробовал А наконечники можно обрезаться Это комната монаха Попасть сюда оказалось сложнее всего Свои кельи обитателя Шаолиня не показывают никому Ши Янг Уин признался, что впервые открыл двери для посторонних Независимо от ранга, все мирские потребности Стирка и глажка, уборка комнаты и прочее Все это монахи делают сами Единственное исключение Один из них работает бродобреем Только бреет не бороды, а головы своим коллегам Кстати, я спрашивал, почему все они лысые Мне объяснили Тот, кто становится монахом, бреет головы Это символ освобождения, который ждет его впереди Мне показалось, хозяин комнаты не хотел, чтобы я увидел висящую на стене покрытую пылью гитару Напоминание о его юности Маяк Ши Янг Уин никогда больше не притронется к ее струнам Я подарил ему русский ковш на память о нашей встрече И рассказал, что похожими ковшами когда-то пользовались монахи в наших монастырях Сися, это по-китайски, спасибо Нас согласился принять Ши Юн Фу Один из самых известных сегодня монахов Шалинского монастыря Который провел в этих стенах 25 лет Мастер Ши Юн Фу, спасибо, что вы нашли время принять нас Вокруг Шаолиня столько легенд Я хочу спросить вас Где кончается вымысел? Где начинается правда о вашем монастыре? Истина в том, что именно в Шаолине возник чен-буддизм Который вы на западе называете дзен-буддизмом Правда и то, что именно здесь зародилось ушу Кто может стать шаолинским монахом? Каждый, кто достиг 19 лет, хочет посвятить себя учению Будды и готов к этому Иностранец тоже может? Нет Но он может приходить и учиться ушу у наших бойцов Были среди таких людей русские? Кажется, были Точно, я не скажу У иностранцев такие трудные имена И нам трудно запомнить их лица Для вас имеют значение события, которые происходят за монастырскими стенами Монахи Граждане Китая И должны помогать процветанию нашей страны Вы смотрите телевизор Очень редко, новости в основном А что знаете о России? Россия большая страна Хороший сосед Китая Вы очень помогли нам, когда Китаю было трудно Я хочу знать, в чем ваша правда Что самое важное в жизни? Нужно много работать над собой Отринуть страсти Правда в том, чтобы стремиться к совершенству В монастыре окружают десятки интернатов В которых тысячам мальчишек преподают искусство кулака Только лучшие из них, закончив обучение Смогут стать монахами-воинами А потом вернутся в такие же интернаты Уже учителями, ушу А когда придет их срок Станут воинами китайской народной армии Готовыми идти туда, куда им прикажут идти Надеюсь, что не на север Каждый мальчишка мечтает научиться драться, как Брюс Ли Лучше всех В Шаолине вы встречаетесь со своей детской мечтой лицом к лицу Но в отличие от выдуманных киношных героев Здесь все настоящие И ты понимаешь Ты тоже так сможешь У тебя тоже получится Мечта осуществима Пять часов Вечерняя молитва в монастыре Шаолине Она завершает трудовой день монаха Через несколько минут Двери монастыря закроются Впрочем, не стоит обольщаться Они никогда не открываются до конца Место, где живут монахи-бойцы, хранится в секрете А методики их тренировок Тайны их подготовки Составляют великую тайну Шаолине Которую будут охранять до тех пор Пока стоит этот монастырь В горах Китая До свидания Мы встретимся через неделю Пусть не сказка Но что-то волшебное и необъяснимое Есть в Шаолине Возможно, это идет от обаяния вечности Которым пропитаны стены монастыря А может, все дело в самих монахах Не знаю Но когда я уезжал оттуда Было понятно Мне непременно захочется Снова туда вернуться Снова туда вернуться Субтитры подогнал «Симон»